Самый волнительный и суетливый день, отмечают воспитатели мечты. Еще год назад в корпусах родители сами помогали чадам расположиться на новом месте и давали ценные указания. Теперь все иначе. Эта смена пройдет без родителей. Прощаются прямо здесь, у ворот. На 18 дней дети попадают в руки к опытным преподавателям. Большинство подопечных к такой разлуке готовы. Многие приезжают уже не в первый раз и знают, скучать не придется. Мы будем звонить своим родным и разговаривать с ними. Это вирус и мы стараемся обезопасить себя. Буду скучать по родителям, потому что мама будет скучать, ей будет скучно без меня. От рассвета до заката дети будут под пристанным контролем медиков и воспитателей. Утром всем измеряют температуру, проведут визуальный осмотр. При малейших симптомах простуды человека изолируют. Ребенок изолируется к нам в изолятор. Мы зовем родителей, родители забирают ребенка. У нас есть бак-лампа, то есть в каждом изоляторе, где дети, она все обеззараживается. Меры профилактики инфекции отныне стоят на первом месте. Столовая мебель шагом в полтора метра. Повсюду банки с антисептиком. Собраться всем лагерем на открытии смены и дискотеки не получится. Игры, занятия кружков по интересам будут проводить для каждого отряда в отдельности. Воспитатели уже подготовили программу, которую пока держат в секрете. Тосуг организуют на свежем воздухе. На улице полно уютных беседок и игровых площадок. Мне кажется, это даже больше сплотит отряды. Все равно, как бы, ну, мы все равно все вместе, мы живем одной семьей, и я думаю, что это вполне нормально. Я думаю, у нас очень интересный коллектив, очень весел. И мы уже дети, даже нам сейчас сказали, мы собирали пяти минутку, что воспитательность такая очень интересная. Я думаю, что они не успеют соскучиться. Когда уже начнут скучать, уже придется и домой ехать. Этим летом в белорусских здравницах отдохнут почти 100 тысяч детей. Взрослые, в свою очередь, обещают обеспечить им максимальную безопасность. Анастасия Пахлёстова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.